Этот вечер памяти новосибирские архитекторы посвятили 110-летию своего коллеги Бориса Александровича Гордеева. Хотя, признаются, основная идея заключается в том, чтобы заявить о человеке, который тоже создавал наш город и по непонятным причинам оказался забытым. Все горожане знают дом с часами, здание правительства региона, спорткомплекс «Динамо». Но до некоторого времени ни фамилия, ни дата рождения Зодчего для широкой публики оставались неизвестными. Где-то писали, что рождение его 906-го, 909-го, а в общем-то правильно определили, что 903-й, но когда никто не знал. На днях архитекторы получили ответ из архива Нижнего Новгорода, в котором сообщается, что Гордеев родился в сентябре 1903 года. Но знать этого мало, говорят организаторы вечера памяти. Сейчас для них важно восстановить незаслуженно забытое имя Зодчего. Ведь найденные документы и свидетельства очевидцев утверждают, что вокзал Новосибирск главный и даже оперный театр проектировал именно Гордеев. А я не знал, вот Винюш не знал, кто такой Гордеев. И когда я перечитал, у меня все перевернулось, вся история города перевернулась. Раньше говорили, что кто строил Новосибирск? Крючков. Гордеев по существу делал все. Андрей Дмитриевич приходил туда, руководил, но всю работу делал Гордеев, Тургенев и еще вот энтузиасты новосибирские, которые были и работали с Гордеевым. Почему в таком случае имя Крючкова знакомо многим новосибирцам, а о Гордееве практически никто не знает? На этот вопрос специалисты ответить затрудняются. Говорят, возможно, потому что Гордеев считался политическим ссыльным и находился под пристальным вниманием надзорных органов советской власти. Даже когда он умер в 43 зима от туберкулеза, решено было не устраивать для него торжественных проводов в последний путь. Похороны были очень скромные. Никто, конечно, никаких там речей не произносил. Его скромно похоронили на Заяльцовском кладбище. Точное местонахождение могилы человека, спроектировавшего важнейшие достопримечательности Новосибирска, до сих пор неизвестно, отмечают союзы архитекторов. Тем не менее, коллеги Гордеева собираются в ближайшее время написать о нем книгу и добиться, чтобы его фамилия заняла в истории региона достойное место в одном ряду с Кричковым, Тихомировым и Гарином Михайловским.